Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Мне кажется, это приветствие очень правильным, ведь тем самым я всем вам желаю ещё и здоровья. А для того, чтобы поспособствовать этому, подарить вам хорошее настроение, зажечь улыбку или вызвать радостный смех, спешу поделиться с вами новым рассказом, события которого произошли с нашим автором в 70-х годах. Прошлого столетия. С обстоятельствами и причинами, по которым торт-медовик стал для меня табу, все, кто слушал наш рассказ «Молодая жена», уже знакомы. Однако это отнюдь не привело к искоренению в себе кондитерского потенциала. Его зародыши всё же сохранились. И по двум причинам. Первое – это моё врождённое любопытство. От него никуда не деться. А попробовать, а что же получится? И вторая, вернее, она, наверное, скорее первая, перед вами сластёна. И не просто сластёна, а сластёна ужасная. При существовании определения зависимости человека от сладкого, без сомнения, была бы отнесена в разряд страдающих от шоколадизма. В детстве, с возрастом, правда, мало что изменилось, только шоколад и шоколадосодержащие продукты входили в класс подлинных сладостей. Всякие варенья, повидла, мармелады и даже мёд у меня, как у шоколадистки, не котировались. Однако, отмечу, при отсутствии шоколада, что в силу причин материально-бытового характера бывало частенько, прибегало к крайнику. Позволяло себе опуститься до уровня сметаны с сахаром, но с обязательным добавлением какао. Много, очень много какао. Существовал же уровень повыше. Сливочное масло, смешанное с сахаром и, опять же, непременно с какао. Плюс пару капелек лимонного сока, если он был в наличии. Конечно, вынужденное творчество не создавало оригинал, но и суррогатом это не было. Получался такой особый вид шоколада – вкуснятина детства. Детство. В этом слове ведь всего семь букв. А в жизни, в жизни детство – это целая вселенная. С планетами, бурями, звездными войнами и бесконечной радостью бытия, мечтаний и верой все сбудется, обязательно сбудется. Ах, какое волшебное время! Вспомнишь, и трудно становится, картинки всплывают одна за другой. И вот мой дом, соседи. Среди них была некая тетя Зоя. Вредная, противная женщина, не переносящая детей, за исключением своего сына, которого поругивала, порой побивала, а вот для остальных он был наиумнейший, наикрасивейший. И далее всё по хвалебному списку. Растворилась бы эта тетя Зоя в забвении. Не работай она на известной всей стране кондитерской фабрике, откуда приносился шоколад в форме большого аппетитного шара. В своих историях я уже рассказывала о значении в той ушедшей эпохе слова «выбросили». Сейчас же по ходу повествования расскажу ещё об одной примете того времени, а именно богатом словосочетании «принёс с работы». С работы приносилось разное, начиная от мяса, колбасы, вина, дрожжей, ткани, подмёта, к обуви до проволоки и гвоздей. В общем, всё, к чему работающий человек имел доступ. Применить к этой ситуации слово «украл» никому даже в голову не приходило. А в пору всеобъемлющего дефицита иметь в наличии соседей разных профессий и квалификаций было не просто удобно, порой жизненно необходимо. Товар в доступности и по цене в самый раз. Шоколадные шары, приобретаемые у тёти Зои были необыкновенного вкуса. Лучшие сорта бельгийского, швейцарского, итальянского шоколада так никогда и не сумели его перебить. А ведь это потому, что главной составляющей его была неповторимая сладость солнечного детства. на сладкую тему ниточка от детских воспоминаний потянулась, потянулась уже к более поздним, в которых я уже и молодая жена, и молодая мама. И вот, понимая, что обладаю почти нулевым кондитерским опытом, к празднованию первой годовщины дочери решила подготовиться заранее. Так сказать, набить руку. После нескольких попыток, причем оказавшихся на удивление успешными, освоила выпечку весьма распространенного кулинарного изделия эклера. В один из таких дней учебных проб заглянул ко мне в гости папа. Вот если сластена я, то мой папа, он был метр сластена и, в отличие от меня, одним шоколадом не ограничивался. Конечно же, я ему тут же чаек с моей продукцией. И в папином лице я нашла потрясающего эксперта. Лучше не сыскать. Я просто утонула в хвалебном потоке восторженных сравнений. Он водрузил меня на кондитерский пьедестал. И вот через некоторое время после его визита последовал мамин звонок. Алюнь, послушай-ка, чем ты там угощала папу? Он все никак не успокоится и немного и начнет слагать оды и гимны. Восторгайся твоей выпечкой. Чем же ты его так покорила? А надо сказать, мама была отличной хозяйкой. Готовила она без особых изысков, но вкусно и сытно. Однако сладкой выпечкой, мягко говоря, нас не баловала. Пироги порой пекла, а вот торты, пирожные в списке в ее блюд вообще не присутствовали. Кондитерским деликатесом обычно служил либо купленный торт или торт, приготовленный из вафель, купленных на рынке домашнего изготовления. Хотя отмечу, торт из вафель имел особый вкус. Вкус праздника. Варилась сгущенка, потом она взбивалась с маслом из какао, этой смесью промазывали вафли, иногда делали прослойки с вареньем, верх иногда поливали растопленным шоколадом и обязательно посыпали крошкой измельченных орехов. Впоследствии и я, если удавалось приобрести подобные вафли, тоже готовила такие торты. Мои дети, а потом и внуки уплетали этот шедевр за обе щеки, хваля и восторгаясь особым вкусом. Но вернёмся к повествованию. Мама в полной решимости на этот раз пойти на этот кондитерский подвиг требует у меня рецепт. Я с осторожностью уточняю. Мамуль, ты уверена? В ответ слышу абсолютно. Тогда озвучиваю под запись ей все нюансы приготовления. Проходит какое-то время, уже и забыла думать о маминой готовности сотворить это кулинарное чудо, как тут раздаётся телефонный звонок. Поднимаю трубку и слышу звуки, подобные смеху. Говорю подобные, потому что подобрать правильные слова, способные передать удивительную, неимоверную, колдовскую заразительность маминого смеха просто невозможно. Этот смех начинался обычно с очень тихого хихиканья, которое постепенно нарастало и переходило в перезвон хохочущих колокольчиков. Понимаю, что описание, наверное, немного бестолковое, но по-другому не получается. Скажу только одно. Мамин смех – это нечто. И понять это нечто возможно, действительно, только его услышав. Так анекдоты в её исполнении представляли для слушателей одновременно и концерт, и фитнес. Ведь не успев приступить к изложению истории, мама начинала смеяться вот этим своим особым смехом. Им тут же заражались все без исключения, и буквально уже через минуту хохот и непростой, а до слёз, до колик в животе охватывал всех, и к завершению рассказа пребывали все уже в полном изнеможении с хорошо отмассажированным смехом прессом. Так, что реагировать уже даже на самый смешной анекдот ни у кого не хватало сил. И вот в трубке я услышала именно такой мамин смех в перемешку со словами «эклеры», «какие эклеры», «это же», «это же». Слова «это же» повторялись бесчисленное количество раз, но мне было непонятно, что за этим скрывалось. Потом выясняется следующее. Первая мамина попытка вышла тем самым комом, который обычно упоминают в таких случаях. Поставленные в духовку эклеры вначале поднялись, а потом по какой-то причине упали. И упали окончательно. Мама подошла к подобной ситуации по-хозяйски. То, что по замыслу должно было быть воздушным пирожным, она разрезала на половинки, намазала кремом и выложила на блюдо. Вечером приходит с работы папа. Видит блюдо, в предвкушении пробует лежащее на нем изделие и в полном восторге произносит «Аннушка, какие у тебя получились потрясающие блинчики!» «Вкус удивительный, никогда таких не ел!» Услышав папины слова, мама начинает хохотать и произносит фразу, содержащую внимание знаковое слово. «Виктор, это же не блинчики, это же бец цики!» Объяснить, откуда взялся этот неологизм, мама не смогла. Она лишь сказала, «Ну, понимаешь, бросил я на них взгляд, а в голове сразу возникло, это ж бец бец Совсем недавно я узнала, что на иврите тесто звучит как бацик и подумалось, может, в мамином озарении сработали её одесские корни? А что, бец от бец ушёл недалеко? Впрочем, происхождение неважно. Главное, что с тех пор слово бец прочно вошло в нашу семью. Но история на этом не закончилась. Во втором классе дочери на школьную предновогоднюю ярмарку надо было принести домашнюю выпечку. Самое быстрое и удобное для продажи это что-то штучное. Значит, эклер в самый раз подходит. Я быстро испекла, аккуратно всё упаковала и выдала ребёнку. Из школы дочь вернулась победительницей довольная и счастливая. Реализация товара прошла успешно, у неё раскупили всё и сразу. По ходу рассказа задаёт мне вопрос. Мам, а ты знала, что наши бецыки имеют ещё и другое название? Будучи в эту минуту в своих мыслях и не очень вникнув в вопрос дочери, я рассеянно переспрашиваю другое название, что ты имеешь в виду? От редкой возможности выступить в отношении родителя в роли просветителя, дочь радостно и громко заявляет. Да, дорогое, эти пирожные ещё называют эклерами. И представь себе, ни один человек в школе не знал второго названия бецыки. А ты его кому-то озвучила? Мягко так и осторожно спрашиваю я, дочь. Почему кому-то? Я всем и озвучила. И на ценнике написала большими буквами бецык. Так состоялась вторая часть марлезонского балета. И бецык ещё раз вошёл в аналы истории нашей семьи. И да, позволяю вам не поверить, но тем не менее, недавно состоялась третья часть этого же балета. Перед озвучиванием рассказа текст рассылается всем членам семьи для прочтения и рецензирования. И вот я получаю от сына ответ следующего содержания. Мам, ты это серьёзно? Наш бецык и эклер это что одно и то же? Впервые об этом слышу. Зато теперь понимаю, почему в продаже их ни разу не видел. Так пополнилась эта история ещё одним эпизодом. И поневоле думаю, что ещё за этим последует. Но слово бецык давно и прочно вошло в семью, и сейчас оно уже в лексиконе внуков. Кругом звучит эклеры, эклеры, ну что эклеры? А вот бецыки это да, понятие охватывающие и поглощающие как удавшийся продукт, так и блин комом. Увы, такое же тоже бывает. А вопрос бецыки будут подобен паролю, который понятен всем членам семьи, как нынешним, так и будущим, которые непременно будут посвящены в эту историю. Надеюсь, наши дорогие слушатели, вы получили минуту удовольствия, вы улыбнулись и мы, вся наша команда, как всегда, будем рады вашим лайкам и с нетерпением ждем ваши комментарии. До новых встреч! Пока! Субтитры